Всем доброе утро! Я снова на кухне, как вчера и обещала. Сегодня я уже закончу, и уборка у меня, думаю, на сегодня закончится. Это последний блок, обещаю. Но её надо домыть, отмыть. Кофе попила с утра, и начну я с окон. Так, окна я уже помыла. И это окно помыла. И вот это окно уже помыла. Так, дальше верхний шкаф... А, нижний шкафы, господи, верхний шкафы. Вчера я нижний помыла, верхний помыла. У меня ещё не работало, у меня уже язык заплетается. Сейчас буду вот эти вот нижние шкафы вымывать. Помыла плиту, а там решётки плохо помыла. Решётки ещё перемыла. Взять пришёл, сделал мне тёплую воду. Там, оказывается, кран снизу надо было просто открутить и всё. Я вчера всё холодной водой перемыла. Ну, ладно, это я ему, да... Миша ещё не пришёл. Думаю, сейчас всё помою, он придёт, ему там надо будет делать. У меня опять всё затопчет. Ну, протереть это, не мыть. Ладно, отмой. Ну, ладно, всё, я буду включать музыку, буду работать. И буду вам по кусочкам показывать уже выполненную работу. Вчера Лаиточка сказала, что их уже переводят на дистанционное обучение. С первого числа у нас школы уходят на каникулы. Я думаю, нам их продлят и после каникул тоже на дистанционку переведут. И Новый год будем сидеть дома. Никуда не поедем, никаких праздностей не будет. Мне кажется, опять это всё возвращается. Потому что у нас уже никуда не пускают без масок. Раньше, если маску забудешь дома, а сейчас перестали даже в магазинах обслуживать без масок. В магазинах, на заправках. Уже, короче, в Пятигорске. Пятигорск возвращается к самоизоляции, я думаю, там. Ничего утешительного. Ну, думаю, до конца года. Сейчас високосный год закончится, и всё будет хорошо. Очень хочется на это надеяться. Вот какие шкафы глубокие. Я уже думаю, что куда класть. Какие шкафы, что будем распределять, как что. Сегодня помою, завтра поеду новые доски покупать. Я одну уже купила доску новую. Купила скалку себе новую. Купила ведро. Сейчас ведро покажу. Так я его долго искала. Вот такое красивое ведро. И вот в этом углу будет. Я хочу ту птичку поехать купить. Это сольница. Она такая бирюзовая морская. Я вот покойно мне не даю. Я думаю, сначала не куплю. Если я о ней вспомню, я вернусь, куплю. Вспомню я о ней каждый час дома. То, что надо будет её покупать. Она просто даже может как декор быть. Не обязательно быть сольница, потому что у нас сольница дома очень много. Можно что-нибудь под неё придумать. Но она там с ложечкой. Можно под какую-нибудь специю, которую часто использую. Или просто как декор. Но я её обязательно пойду куплю. Я уже какой раз о ней вспоминаю. Ну ладно. Всё, я спускаюсь ящички мыть. Самое главное. Туда-сюда. И сейчас лучше ещё нет. Да, не надо. Самое главное. Я переживаю, что нас опять на карантин закроют. Но второе. Чтобы стройматериалы все купить для квартиры. Потому что мастера сейчас не говорят, что надо. Говорят, что мы сейчас дома закончим. Как пойдём на квартиру уже там, на месте разберёмся. Я вот за это больше всего переживаю. Если бы уже было всё готово. И квартира отремонтирована. И всё. Я бы не переживала. Пусть закрывают. А так, если опять сейчас закроют магазин. И негде будет это всё покупать. Опять эта квартира в таком подвешенном состоянии останется. Я не знаю. Я просто буду нервничать. А так, если быстренько сейчас они нам её сделают. Всё отмою, замкну. И пусть закрывают. Уже буду спокойно. Всё закроют. Потом опять непонятно, когда. Когда, что и как. Это будет нехорошо. Ещё когда проектировали кухню. Здесь получается одна дверь. А та зона получается как глухая. Артём говорит, ну это не очень приветствуется. А мне наоборот нравится. Вот эту вот всю кухонную технику. Вон туда засунуть. Её всё равно пользуешься. Ну сколько? В неделю раз. Там две недели раз. Не чаще. И удобно, мне кажется. Наоборот, это плюс. Так, по мне так это плюс, чем минус. Так, ещё вот для вилок ложек. Она несъёмная. Наверное, её мыть будет не очень удобно. Ну посмотрим, посмотрим. Сколько я себе подмоги пригласила. Людочка. Люд, поздоровайся со всеми. Спасибо. Людочка, у меня холодильник помогает. Не холодильник, а морозильную камеру. А Лолиту я послала в кладовку. Потому что что убирала, что не убирала. Когда штробили, там столько пыли. А, Лолит, надо отца позвать вашего, чтобы он мне снял вот эту вот. С вытяжки там стекло, где свет. Она тоже вся грязная. Её тоже нужно помыть. Короче, мне тут весело. Так, эту посуду я перемыла, которая внизу стояла. Сейчас буду вот эту вот полку, полки вот эти освобождать. Но эта посуда будет в большинстве случаев в том шкафу стоять. А здесь только будет стоять то, чем мы будем пользоваться. Ну, вот эти вот в основном. Вот эти стаканы и вот эти рюмочки. А всё цветное уже идёт туда. Всё, начинаем разгружать. Не мысловитая, Лолиточка убирала кладовку и нашла... Это как называется? Индивидуальный рацион питания. Это, короче, военным выдают. Я не знаю, откуда у нас этот пакет. Серёжа, может быть. Ещё раз? Подарили. А, подарили зятю. Мы сейчас посмотрим, что там. Папа-армейский. Зять умничает. Так интересно, да? А тут написано, что галеты армейские. Ой, галетные печенья. Ого, как красиво. Ой, тут всё так красиво. Сухой напиток. Сейчас мы пообидали вообще. Надо нам тут распаковку сделать, а потом салфетки. Вот это дело я люблю. Салфеточки. А, это, наверное, горилка. Сахар. Это что? Это кофе, наверное, да? Угу. Мигалетки. Печенья. Это разовый пакет, Степанян? Или как это? Мне кажется, на день. На день, да? Это что такое? Напиток тоже. Тонизирующий напиток. Компот, наверное, какой-нибудь. Пакет поёк. На одного человека? Повидло. Яблочное повидло. Чай. О, на одного человека паёк, а почему-то три ложки. На три приёма пищи. На три приёма пищи. Это варенья. Это лакомка. Это, наверное, как нутелла. Это что? Спички. Спички. Тушёнка. Это тушёнка. Горох с говядиной. Вот совсем не аппетитный. Это тушёнка. Говядина тушённая. Это каша перлова. Соль. Соль. Это фасоль в томатном соусе. Паштет печёночный. Да. А что, не на... Спички только не утили. Что? Спички? Спички даже не утили. Спички даже не утили. А это горилка. Подогреватель это. А ещё хороший. Разогреватель портативный. Привезла Людмилку на допы. Часик отдохну. Никуда отъезжать не буду. Почитаю. Книжку взяла. Почитаю. Думала, сегодня уже кухню закончу. Не получается никак. Миша вроде как вчера уходил. Сказал, сегодня придёт. Докончить. Ему там, ну, люстру чуть-чуть. Кривовато повесила. И где вытяжка. Там вот вход. Потолок там тоже не понравилось. Ну, там, короче, ему на час доработать. И... Миша нет. Зять позвонил. Говорит, что-то мы тебя потеряли. Он говорит, я в Кабарде. Миша уехал в Кабарду отдыхать. Ну, по всей видимости, что ещё в Кабарде делать. Не знаю. Короче. У меня последнее время, как вот после обеда сажусь в машину. За руль. У меня зевота нападает. Не знаю. Сердечная недостаточность какая-то. То ли я не знаю, что. Вот прям спать хочу. Рубит меня и всё. Ой, думала, почитаю. Читать неохота. Не знаю. Хочется. Хочется. Хочется тоже в Кабарду уехать. Хочется в какое-нибудь красивое место уехать. Куда-нибудь на 2-3 дня. Чтоб тишина была. Куда-нибудь в горы. Или не знаю. Куда-нибудь в какое-нибудь красивое. Красивое, тихое место хочется уехать. Так что. Мишу завидую по-доброму. Если он поехал в Кабарду отдыхать. Если он поехал в горы отдыхать, то... Ладно. Потерпим ещё день. Столько ждали. Ещё день потерпим. Уже света мало. Не знаю, куда камеру выставить. Не знаю, если получится сегодня ещё поснимать, что я там доубирала. Чтоб завтра опять эту уборку не показывать. Поснимаю. Если нет, то... Буду прощаться. Спасибо, что были со мной. Увидимся завтра. Отдельное спасибо за лайки, за комменты. До завтра.